МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребят, сегодня очень важный день. Все вы очень долго готовились, отправляли вопросы, следили за всеми изменениями. Главное, не спите, слилшите гостя внимательно, у вас все получится. Да, главное, не стесняйтесь. Помните, что вопросы мы задаем только по поднятой руке. Не кусаемся, не деремся, вопросы не забываем. В общем, погнали. У вас все получится. Сергей, скажите, какую главную мысль вы бы хотели сегодня донести ребятам? Главную мысль, которую я хотел бы сегодня донести, это то, что движение красота и здоровье – это путь длиною в жизнь. И что если он интересен и важен для вас, то этим нужно заниматься всю жизнь. Супер, тогда давайте пройдем. Давайте. Добрый день всем. Здрасте, ребята. Добрый день. В эфире программа «Мне только спросить». Лолита, скажи, ты занимаешься каким-нибудь спортом? Нет, но очень бы хотела, но мне всего 12, и вряд ли меня будет заниматься на каких-то тренажерах. Ну, может быть, есть какие-то отдельные программы. Кстати, сегодня и ты, и ребята можете узнать обо всем поподробнее, ведь у нас в гостях Сергей Баранов. Сергей Баранов, генеральный директор сети фитнес-клубов, окончил Кубанский государственный университет, факультет иностранных языков. В 2003 году возглавил в то время единственный клуб сети на Ливаневского. Сергей – кандидат в мастера спорта по гребле на Байдарке и Каноэ. Диан, слушай, мы тут с тобой разговаривали. Времени-то у нас мало, а вопросов ребята составили очень много. Поэтому давайте начинать. Итак, первый вопрос от Кати. Сергей, мы с мамой не нашли никакой информации, почему вы решили стать директором фитнес-центров? Ну, ответ простой. Я с детства занимался спортом и люблю здоровый образ жизни. И хочу, чтобы таким простым способом, занимаясь спортом, занимаясь фитнесом, люди тоже становились красивее, здоровее. И поэтому это моя миссия, моя цель. И вот поэтому я решил, это дело всей моей жизни. И я этим занимаюсь уже давно и буду заниматься дальше. Спасибо. Следующий вопрос от Евы. Как вы относились к спорту в детстве и чем занимались? Я к спорту всегда относился хорошо и всегда занимался им в большей или меньшей степени. Профессионально, да, я занимался спортом. Когда я был такой же маленький, в первом-втором классе я занимался батутом. Мне повезло, я тренировался, начинал, пытался тренироваться. У нашего известного в России тренера Виталия Федоровича Дубко. Но он не разглядел во мне профессионала. То есть то, из кого можно сделать какого-то профессионального батутиста. Ну, хорошо, очень знаком с нашими всеми олимпийскими чемпионами. Продолжаю с ними общаться. С Александром Маскаленко, с Ириной Караваевой, с Германом Хначевом. Наверное, вам эти фамилии известны. А потом я, когда Виталий Федорович мне честно сказал, что это не совсем мое, я пошел в греблю и там догреб до юношеской сборной, тогда еще РСФСР. Была такая республика в двойке со своим одноклассником. И все, на этом моя спортивная карьера в профессиональном спорте закончилась. Спасибо. Итак, следующий вопрос. Денис. Здравствуйте, Сергей. Я читал интервью с вами, и вы говорили, что раньше абонемент на год в фитнес-клуб стоит 1500 долларов, то есть сейчас гораздо меньше. Если раньше люди ходили в фитнес-залы, потому что это было модно и престижно, то почему сейчас они приходят в ваши клубы? Поделитесь, пожалуйста, секретом. Ну, это никакой не секрет. Потихоньку люди начинают понимать, что быть здоровым, регулярно тренироваться, это гораздо приятнее и дешевле, чем посещать больницы и пить таблетки. И поэтому с каждым годом аудитория фитнес-клубов, особенно в нашем городе, в нашем крае, она расширяется, людей становится больше, и поэтому это основная причина. Люди медленно начинают понимать, к сожалению, так быстро, как хотелось бы мне, другим владельцам и работникам фитнес-клуба, которые работают в фитнес-индустрии. Но это происходит. К счастью. Спасибо большое. Следующий вопрос от Вики. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сколько раз в неделю человек должен посещать спортивный клуб, чтобы быть здоровым, и сколько раз ходите вы? Ну, простому человеку для того, чтобы чувствовать себя хорошо, достаточно два раза в неделю. Это такой средний статистический показатель по нашей стране. Где фитнесом занимаются гораздо больше процентов населения, там, Европа, Америка, это 2,3 дня, 2,5 дня, то есть это чуть-чуть больше. Люди понимают, что… Ну, вообще, по мне равняться не стоит. Я тренируюсь 6 раз в неделю. Вот. Я к вам сейчас приехал сюда с тренировки. Поэтому, ну, для меня это уже, то есть, как наркотик. Я без этого… У меня разные тренировки силовые, кардио-тренировки, велосипед, выходные дни, когда погода позволяет. Но вот, отвечая на ваш вопрос, это 2 раза в неделю хотя бы. Ну, в идеале 3. Тогда вот это позволяет поддерживать себя в хорошей форме физической, избавляться от стресса, не набирать лишние килограммы и чувствовать себя хорошо. Спасибо большое. А мы провели опрос в специальном приложении и узнали у наших сверстников, на какую тренировку в фитнес-клубе они бы с удовольствием бежали. И вот какие ответы мы получили по баскетболу, по теннису, на плавание и на танцы. И вопрос, который больше всего нас интересовал. Какие тренировки больше всего популярны в вашем клубе у детей? Дети любят, очень любят игровые тренировки. Это волейбол, это баскетбол, как вы сказали, уже упомянули. Это футбол. Разумеется, это бассейн, но бассейн больше секционный и персональный, потому что многие родители пытаются сразу, и правильно делают, я считаю, то есть учить детей плаванию, держаться на воде. Вот, поэтому вот эти направления очень популярны. Танцы тоже, но вот эти лучше всего. Спасибо большое. И следующий вопрос задаст Данил. Сергей, опишите идеального фитнес-тренера на ваш взгляд. Когда ты становишься старше, идеал – это такое понятие, очень личное. Но если отвечать на ваш вопрос Данил, то это человек, который постоянно, во-первых, учится. Дело в том, что вы сами прекрасно знаете, что мир постоянно меняется, человеческий организм – это такая вещь, которая меняется постоянно. Чем человек становится старше, тем организм у меняется. И важно, чтобы тренер понимал все эти процессы, чтобы он хорошо понимал анатомию, биомеханику. Это те предметы, скажем так, которым мы уделяем очень много внимания. И хотим, и наставим, чтобы тренеры в этих дисциплинах хорошо разбирались. Чтобы они понимали современные тенденции в фитнесе, что сейчас людям интересно, на что они фокусируются больше всего. Чтобы они так же точно уделяли время себе, были соответствующими, выглядели, были красивыми, были подкачанными, были коммуникабельными. Вот этими всеми навыками для меня это должен обновлять как любой человек, в принципе, так и фитнес-тренер в частности. Спасибо огромное. Передай, пожалуйста, Кристине. Сергей, как пандемия повлияла на ваш бизнес? Вернулись ли клиенты обратно в залы? Ну, пандемия сильно повлияла на наш бизнес, прям очень сильно. Мы являемся, попали в одну из самых таких больших ям, в которые попал бизнес в этой ситуации. Нет, клиенты не вернулись. Все клиенты, которые ходили до этого, не вернулись. И это пока проблема, люди боятся. Но на нас пандемия очень сильно повлияла. Я думаю, что мы только более-менее оправимся, наверное, в середине следующего года, если не будет, надеюсь, не будет повторных локдаунов закрыть. Спасибо. Следующий вопрос от Миши. Здравствуйте, Сергей. Детей пускают в тренажерный зал. Какой самый опасный тренажер в спортивном центре? Ну, детей мы пускаем в тренажерный зал, но только с персональным тренером. Начинаем мы пускать самостоятельно в тренажерный зал с 14 лет. До этого момента дети могут прийти либо с тренером, либо со старшим, ну, либо с родителем, но на определенные тренажеры и под чутким контролем. Потому что тренажерный зал – это достаточно опасное место с точки зрения безопасности. И нужно выполнять определенные вещи, определенные действия, чтобы не получить травму. Чтобы диск не упал на ногу. У нас бывали случаи, когда люди не соблюдали, взрослые люди соблюдали технику безопасности и травмировались, и серьезно травмировались. Ну, на мой взгляд, наверное, самый опасный тренажер – ну, это штанга, жим лёжа и тренажер, который жим лёжа ногами. Вот это, наверное, на мой взгляд, это самый опасный тренажер. Потому что эти упражнения нельзя делать, особенно если вес равен весу твоего тела. Ну, вот, например, я вешу 70 килограмм, 75. Я не делаю без страховки жим лёжа штангой даже 60 килограмм. Ну, мало ли всё, что может случиться. И поэтому нужно, чтобы кто-то страховал обязательно. Спасибо. Если у человека колеоз, он может ли ходить к вам на твинес-клуб и заниматься? Ну, он должен это делать, потому что у нас есть специальные тренеры, которые прошли очень глубокое и большое обучение. И мы работаем с этой проблемой. У многих детей сейчас из-за того, что дети мало двигаются, много сидят, у них появляется сколиоз. И нужно идти в клуб, в фитнес-клуб, и нужно исправлять это искривление и продолжать заниматься нормально. Спасибо. Спасибо. Программа подходит к концу. И по традиции, короткий блиц, закончите фразу одним словом. Если я не хочу идти на тренировку, я скажу себе... Иди. Чаще всего я бываю со своим подчинённым... Добрым. Чаще всего я спрашивал совета у... У коллег. Сегодня я чувствовал себя у вас... Превосходно. Сергей, спасибо, что вы сегодня были с нами. Нам было всем очень интересно и познавательно. Надеемся, что с вами увидимся ещё в каком-нибудь фитнес-клубе. С удовольствием, ребята. Если будет желание, приходите. Я вам сам всё покажу. Увидите изнутри, как это работает. Не забывайте, нет ничего невозможного. Каждый из вас может добиться любых высот. До встречи. Пока. Мне очень понравилось интервью Сергея. Он рассказал много о фитнесе и о том, как полезно заниматься спортом. Мне очень понравился наш гость. Он очень весёлый, энергичный и вдохновляющий. Сергей очень классный и интересный человек. Благодаря этой беседе я узнала много нового о деятельности фитнес-клубов. Сергей настроил меня на то, чтобы начать заниматься спортом. Мне понравилось его слушать. И вообще, я считаю, что спорт – это чудо. Сергей Баранов очень хороший человек. Он занимается хорошим делом, помогает людям заниматься спортом. И я тоже буду заниматься спортом, чтобы стать более здоровым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гор marca. Джеки. Субтитры создавал DimaTorzok